Сегодня управление МВД России по Одинцовскому городскому округу. Это 16 служб и 9 отделов полиции, работающих круглосуточно. Здесь не знают праздников и выходных. В дежурной части работа кипит всегда. Внимательность и быстрота реакции – основные качества для этих полицейских. Постоянные звонки, фиксация обращений граждан. Отсюда же ведется управление всеми оперативными службами полиции. Здесь идет непрерывный сбор информации о криминогенной обстановке. Каждый день поступают различные звонки о помощи, что людям нужно помочь. Всегда выслушаем, всегда поможем. Все работаем очень оперативно. Стараемся как можно скорее выслать наряд. Анастасия родилась в семье сотрудников органов внутренних дел. Отец служил в ДОС-автоинспекции соседнего Краснознаменска. Сейчас на пенсии. Мама 20 лет работает главным бухгалтером в МВД по Одинцовскому округу. Такой пример, который я видела в родителях, я всегда его представляла. И представляла, наверное, с ранних лет. Себя именно в этой профессии примеряла. Очень хотела. И старалась попасть именно в органы. Патрульно-постовая служба – это лицо полиции. Ее сотрудники всегда на виду и на страже общественной безопасности. Оказывают помощь гражданам, пресекая административные правонарушения. Порой выезжают на семейно-бытовые скандалы. В основном люди понимают словесно, но так приходится иногда принимать меры административного характера, а иногда уголовного. По-разному. Каждая ситуация индивидуальная. Максим служит в немчиновском отделе полиции уже 13 лет. Быть полицейским мечтал с детства. Он один из тех, для кого патрульно-постовая служба стала призванием. Всего в немчиновском подразделении ППС 25 сотрудников в возрасте от 18 до 40 лет. Для многих это начало карьеры в полиции. Это так называемые кузницы кадров. Кто-то душой и телом остается здесь навсегда. Кому-то более интересно работать на улице непосредственно. Так сказать, движение где-то происходит все. С чего все начинается, так сказать. Ну а кто-то дальше просто начинает уже карьерный рост определенный. У нас в основном сержантский состав. Люди получают образование, хотят отрасти карьеру, строят свои. Уже в другие службы непосредственно уходят. Кто-то в участковую службу, кто-то в уголовный розы. Главное в работе участкового-уполномоченного – профилактика правонарушений и преступлений. В последнее время участковым приходится постоянно предупреждать жителей о действиях мошенников, которые все чаще переходят в онлайн. Даем на ознакомление буклеты, в которых расписаны все распространенные случаи. Где также расписаны номера телефона, по которым можно позвонить, проконсультироваться, либо сообщить о каком-либо преступлении, которое в отношении к совершенной. Да, надо быть осторожным. Спасибо, что вы предупреждаете. Это действительно, чтобы потом голова не болела, человек не нервничал. Надо заранее, чтобы он был информирован. Да. Участковый-уполномоченный 2-го городского отдела полиции Григорий Шумбасов считает своим долгом помогать людям. Работает уже 6 лет. Говорит, что чаще жертвами аферистов становятся пожилые люди, но попадаются на их удочку и молодые. Обход мы делаем каждый день, поэтому в любую квартиру, когда захожу, стараюсь всех проконсультировать, всех даже, чтобы они передали своим родственникам, друзьям, знакомым, всем, чтобы сказали, и чтобы исключить до этого такие действия. Основная задача дознавателя – разобраться во всех обстоятельствах происшествия и вычислить виновного. Находить общий язык с людьми, готовность выслушать, способность в любой ситуации оставаться объективным – необходимые профессиональные качества. Работа очень интересная, мне очень нравится, я уже работаю в данном ОВД 12 лет, в должности дознавателя я работаю 9 лет, и расследование уголовных дел – это мой просто смысл жизни, и продолжаю расследовать, продолжаю работать. Следователь отчасти психолог. Ему важно хорошо разбираться в людях. Несмотря на то, что профессия связана с большими рисками, ее часто выбирают представительницы прекрасного пола. В сборе доказательной базы следователям помогают специалисты отдела по экспертно-криминалистическому обеспечению. Включаем прибор, создается электромагнитное поле, поле все притягивается на поверхность, соответственно, мы его переворачиваем и видим след. Так работает один из самых любопытных аппаратов-экспертов – следокоп. А вообще в их черном чемоданчике много интересных и нужных вещей. Цифровая фотокамера, фонарики, разнообразные порошки и кисти. В отделе проводят все виды традиционных криминалистических экспертиз. А в специальной химической лаборатории исследуют психотропные и наркотические вещества. Случаев не бывает прямо неинтересных. Каждая экспертиза, она по-своему интересна и постоянно, опять же, и преступный мир не стоит на месте. Постоянно сталкиваемся с новыми веществами и, как бы сказать, очень интересно наблюдать именно, какие вещества поступают и какие схемы придумывают преступники. Именно незаконные, кустарные. К подростку, который оступился, нельзя относиться как к преступнику, уверены сотрудники отдела по делам несовершеннолетних. Именно поэтому педагогические навыки для них совсем не лишние. Проводить профилактические беседы со школьниками и их родителями, навещать неблагополучные семьи приходится ежедневно. Мы активно взаимодействуем с представителями различных образовательных учреждений. Мы ведем работу с учащими, направленные на профилактику различных правонарушений и преступлений со стороны несовершеннолетних. А также не забываем иногда проводить агитационную работу, направленную на привлечение новых кадров в органы внутренних дел. Студенческий десант – традиционная акция, в рамках которой учащиеся в колледже знакомятся с профессией полицейского. Ребята общаются с сотрудниками полиции, посещают музей Одинцовского ОМВД. Такие десанты у нас бывают часто. У нас ведется около тысячи людей. Тысячи человек мы сразу привезти не можем. Поэтому мы частями приводим людей. И, конечно, они, приходя уже с музея, приходя с этого помещения, они другими глазами смотрят на сотрудников правоохранительных органов, на сотрудников, прежде всего, охраняющих общественный порядок. Впервые в этом году Одинцовские полицейские провели акцию «День добра» в Захарове. Ее участниками стали музыканты инклюзивного оркестра «Солнечные нотки». Ребята познакомились со спецтехникой полицейских. Смогли посидеть за рулем настоящего служебного автомобиля, включить сирену и проблесковые маячки. Часто общаются дети с сотрудниками не в контакте, а тут прямой контакт. То есть и дети очень счастливые. Вы же сами видели, как они очень любят и разговаривать, общаться, и технику осваивать милицейскую, то есть полицейскую. Но самым интересным для ребят всегда остается знакомство со служебными собаками. Дом. Лежать. Простые команды на послушание демонстрируют юным гостям сержант полиции Кристина Алмина и ее напарник, немецкая овчарка «Флейм». Вместе они уже два года. В свое время, будучи четырехмесячным щенком, «Флейм» сам выбрал себе напарницу. Постепенно наладили контакт. Сейчас пес успешно работает по направлению поиска наркотиков. С маленькими сложнее, потому что им хочется играть, не хочется заниматься. Это долго очень, нервов очень много надо. Сейчас уже более послушный, но так как ему все еще два года, все равно хочется играть где-то непослушный, но легче со взрослым, потому что уже понимает интонацию, когда с добром ему, либо когда уже более грубо и то, что надо слушаться. Мы не играем. Действительно, в полиции не до игр. Эта служба и опасна, и трудна. Однако случайные люди в профессии не задерживаются. Но каждый, кто приходит сюда с благой целью, остается надолго. Ведь главное, что объединяет настоящих полицейских, это стремление помогать людям.